Радио Мария-ФМ. Нашего города. Мария-ФМ. В прямом эфире музыкант, поэт-композитор, лидер группы «Текила Джаз» Евгений Фёдоров. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений, во-первых, как доехали? Доехали отлично, очень спокойно, всё хорошо. У вас там потеплее в Петербурге, но тоже вас завалило снегом. Завалило снегом, теплее немножко, но наше потеплее — это такое, что кажется, что холоднее, чем у вас значительно. А климатизация прошла вообще хорошо идеально. Замечательно. Здесь нам кажется, что вообще всё хорошо, мы практически в лето вернулись. Прекрасно. Да. Сразу проясним для наших слушателей. Группа «Текила Джаз» прекратила существование в 2010 году, однако сегодня вы выступаете. Группа «Текила Джаз» заморозила свою деятельность на неопределённый срок в том самом году. И эта деятельность наша сама по себе отмёрзла, и вот мы снова в строю. У вас в этот раз, то есть не только кировский концерт, у вас небольшой тур намечается? У нас небольшой тур начинается в Кирове, дальше последует Ижевск, Перми, Екатеринбург. Ага, то есть на восток туда отправляетесь. Ага. Вопрос тогда такой. Вы не первый раз так собираетесь, то есть вы периодически выезжаете с группой «Текила Джаз». Время от времени. Время от времени. Как меняются трек-листы? Альбома нового нет, то есть вы в один выезд играете песни из первых альбомов, например, или как это происходит? Мы всегда делаем по-разному. То есть города, где мы играем почаще, это, как правило, Петербург и Москва, естественно, мы делаем всё, что хотим с нашей программой, потому что иногда хочется показать песни, которые ни разу не изучали вообще, иногда хочется вообще не играть никаких хитов. Мы экспериментируем с программой и тем самым насилуем немножко наших слушателей, заставляя их смотреть на нашу музыку немножко с нашей стороны, с другой. Но когда мы приезжаем в город, где мы были, либо никогда не были, либо очень были давно, мы, конечно, прекрасно понимаем, что люди хотят услышать какие-то старые песни, которые помнят по своей юности и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, мы при абсолютном уважении к нашей аудитории идём на более ретроспективные такие шаги. — Ну, насчёт, кстати, что давно у нас не были с группой «Текила Джаз», последний раз вы у нас единственные, да, насколько я понимаю, раз были в далёком, ещё Ельцин был, 1997 год. — Да, это был очень, тоже зимой. — Вот, говорят, какой-то был совершенно безумный концерт, по разным причинам, вот пролейте свет, пожалуйста. — Ну, я не знаю глубин того, что произошло, истинных причин и так далее, просто концерт состоялся. Тем не менее, при всех осложнениях, которые там были, ну, в общем, иногда, когда за дело берутся любители, получается, забавные штуки, невыполнение обязательств, то есть без всякого злого умысла, когда-то, как мы абсолютно уверены в чём, что это не было никакого злого умысла, всё было очень забавным образом подготовлено, вернее, не подготовлено. — Я знаю, что вы потом ещё оставались у нас в Кирове на какое-то время. — Остались, началось с того, что нас никто не встретил, мы вышли на заснеженный перрон, поезд выкатил, но мы остались в полном одиночестве, втроём мы тогда ещё были, и никого нет, вот. — Девяностое, никого нет, и городки. — Ну, в общем, было замечательно. Без копейки в кармане, мобильных телефонов тогда тоже не было, как вы помните. В общем, по всей радости. К счастью, появились молодые люди, которые нас спасли, и эти молодые люди сегодня опять с нами, и они уже не очень молодые, они теперь уже крепкие взрослые мужчины. Мы сегодня уже встретились, уже обсудили все эти перипетии. Концерт состоялся, и мы немножко задержались, потому что необходимо было найти средства на обратную дорогу, и, к счастью, кировские друзья нам очень сильно помогли, и мы, на самом деле, о Кирове и об этом концерте всегда тёплые имеем воспоминания, то есть у нас нет никаких негативных коннотаций. — Ну, надеюсь, что сегодня тоже будут только тёплые, жаркие воспоминания. У вас есть вот в репертуаре такие джаз-песни, например, «Зимнее солнце», тема прошлого лета, есть что-то про осень, а вот какое время ближе всего вам года? — Честно говоря, я люблю осень и зиму. Вот для меня как-то вот самое близкое такое время. — Именно петербургскую зиму? — Нет. — Или вот такую, исконно русскую, со снегом? — Исконно русскую. — Я вот сегодня утром встал, подошёл к окну поезда и смотрел на эти прекрасные пейзажи, на этот лес, так по-хорошему дремучий, эти прекрасные домики заснеженные и дым из печи. То есть всё это прекрасно, очень... — А вы в поезд, да, передвигаетесь? То есть у вас в сторону будет поезда? — Мы, да, мы едем на поезде, у нас много багажа, и нынешние правила авиаперевоза, к сожалению, таковы, что... — Особенно в Киров. — Я не знаю, насчёт Киров мы сюда ещё не летали, как вы понимаете, но, так или иначе, наши инструменты, ну, пока мы не рискуем просто сдавать багаж, потому что, ну, в общем, масса есть причин, по которым сейчас удобнее музыкану передвигаться поезда. — А много ли вот за всю историю гастролей вот на поезде было написано песен, именно вдохновляясь вот этой вот романтикой? — Довольно много. Если не прямо в поезде, то потом по возвращению домой, вспоминая вот эти приключения, разговоры, между прочим... — На основе вот... — На основе разговоров. — Ну, в общем, бывало такое, да, бывало, конечно. — Понятно. Я предлагаю ещё тогда послушать песню как раз-таки «Зимнее солнце». — А, кстати, она как раз имеет поездное происхождение, потому что написано было после того, как мы вот этим же маршрутом из Петербурга в Екатеринбург ехали какой-то зимой, и ехали мы в одном купе вместе, у нас опять же было трое, мы ехали в одном купе, наш сосед оказался парень, который впоследствии выступал за российскую сборную на Олимпиаде в Нагану, Японии, член конькобежной сборной. Мы были так вдохновлены этими рассказами о спортивной жизни, коньками и так далее, и так далее, чтобы домой моментально написали песню «Зимнее солнце». — Быстрые коньки, да, это вот... — Да, это всё про это. — Слушайте, интересно. Ну что ж, я предлагаю перед песней сейчас быстренько разыграть два билета на ваш концерт, который состоится сегодня в 19.00 в клубе «Гауди». Вопрос очень такой простой, если у вас есть интернет под рукой или есть палец и небо, и вы можете туда попасть. Сколько студийных альбомов за всю историю группы «Текила Джаз» в итоге вышло? Сколько альбомов? Верные ответы пишите на портал 5522, префикс «Марея» указывается. Кто будет первый, тот пойдёт на концерт совершенно бесплатно, да ещё и плюс один. Мы же скоро вернёмся, покажет «Текила Джаз» «Зимнее солнце». Агенты лета Всё наглее, им нужно море, море, море свежих новостей из Ленинграда, из Ленинграда. Один ответ на это есть когда-то, может, будет здесь Олимпиада. Да-да-да. Кто отделит землю, и солнце в мире, как на флаге японцев. Жёлтые лучи дымом отмечены, Солнце дышит, падает из крыши, Вот скрипят за городом лыжи, Ближе у реки, Быстрее кальки. Кто оденет зимнее солнце? В трамвае запнет массажир, Уже не тает сливочный пломбир. В руках у карти, В руках у карти, Темно на верхних этажах, Велосипеды дремлют в гаражах, На них печати. Да-да-да. Кто отделит землю, и солнце в мире, Как на флаге японцев. Жёлтые лучи дымом отмечены, Солнце дышит, падает из крыши, Вот скрипят за городом лыжи, Ближе у реки, Быстрее кальки. Кто оденет зимнее солнце? Солка с виноградом, Так тебе и надо, Ты стал вином, Брынки шоколадом, Белые ограды, Всё подальдом. Кто отделит зимнее солнце? Время, как на флаге японцев, Жёлтые лучи дымом отмечены, Солнце дышит, падает из крыши, Вот скрипят за городом лыжи, Ближе у реки, Быстрее кальки. Текила джаз, в эфире Мария ФМ, Зимнее солнце, называется композиция, Мне кажется, крайне актуальны в такую погоду, У нас морозно, и у нас уже зима, Хоть и 10 ноября, В студии, помимо Игоря Данилова, Ещё и музыкант, поэт, композитор, Лидер группы Текила джаз Евгений Фёдоров, Потому что сегодня, в 19.00, В клубе Гауди состоится концерт. Евгений, первый вопрос про Текила джаз ещё, Пока спрошу, У вас была вот такая строчка, В песне налевая, Зайду для начала, куда привык, Сперва в Грибоедов, Потом в Фишфабрик, да? Этой песне 20 лет, по-моему, где-то, Ну не меньше. Ну примерно, ну может чуть меньше 20, Поскольку клуба Грибоедов месяц назад, То есть полностью 20 лет. Ага, вот. Соответственно, чуть-чуть меньше. То есть когда вы пели, Они только вот ещё... Только открылись, да. И это мы спели в таком порядке, Это исключительно для рифа, Потому что обычно бывало наоборот, Сначала в Фишфабрик, А потом в Грибоедов. Но в песне укладывалось, Поэтому немножко поменяли географию. Ну это здорово. Ну заметьте, Разные бары открываются, закрываются, Даже легендарные, да, Какие-то там, из других, там, тоннель, Ещё что-то. А Фишфабрик, Грибоедов до сих пор Живут, здравствуют, И возможно вы так спророчили им Такую прекрасную... Есть ли ещё у вас в песнях Текила Джаз, Какие-то вот такие пророчества? Пророчества, и не только пророчества, Просто именно управление мыслями Существует, это правда. А вот с Санкт-Петербургом, Если человек приехал в Санкт-Петербург, Куда ему отправиться под песню Текила Джаз лучше всего? В Петроградский район. На Петроградку, да? В Петроградку пройти мимо Петербургской крепости Или сквозь неё. И углубиться вот в эти кварталы тихие. Вот это будет Текила Джаз. В общем, всем рекомендуем теперь так и делать. Именно пешочком, да. Тогда давайте поговорим про другие проекты, Потому что Текила Джаз сейчас вы ездите, Выступаете иногда, Но ещё у вас группа Зорги. Абсолютно точно. И группа Оптимистика, да? Да, или Оркестр Оптимистика. Да, хорошо. Давайте и про тут, и про другую немножко. И то, и другое треть, Это члены, и ещё группа Тракенордов, Которая играет Саша Воронова со своими друзьями. Замечательную музыку, очень интересную. Это всё объединяется общей такой шапкой, Условной Текила Джаз Фэмили, Или там семейство Текила Джаз, Потому что мы не разделяем одно, другое, третье. Это всё проникнуто общими какими-то идеями. И для меня Зорги и Текила Джаз, И Оптимистика, Это явление одного порядка. И всё глубоко взаимосвязано, Как музыканты играющие, Там и там кое-где перетекают туда. Так и песни мы играем друг друга. То есть селф-каверы такие получаются. Просто разные стороны одного и того же, Я не хочу сказать, меня. Ну, в общем, Мне интересно со всеми тремя группами. И про Аптимистику нечего говорить, Это совершенно другая музыка, понятно. Но теперь, когда Текила Джаз вернулась в строй, Наконец-то перестали сравнивать Зорги и Текила, Потому что стало всем понятно, Что это всё-таки абсолютно разная музыка. И она о разном, И исполнена разными средствами. Поэтому мне сейчас живётся очень легко. И хотя и сложно с точки зрения времени, Логистики и прочего, Но так или иначе, Всегда есть чем занять себя И отвлечься от предыдущего. — Понятно. А вот тогда такой вопрос. Есть информация, да, Что сняли фильм-концерт документальный. Когда он выйдет, спрашивают? — Он вышел совсем недавно, Потому что прошла петербургская премьера. И всем, поскольку это был краудфандинг, Всем участникам этого проекта, Всем, кто скидывался, Всем уже выслана цифровая копия. То есть все имеют тайную ссылку, Где это можно посмотреть. И уже имеется DVD. — То есть его можно уже приобрести. — Его можно уже приобрести. — И сегодня на концерте. Это вы будете первые, Потому что мы первый раз покажем И положим прям, Прошу прощения за торговые термины, На прилавок этот DVD. DVD с этим фильмом Можно будет приобрести сегодня Вместе с остальной нашей сувенирной продукцией В виде компакт-дисков, футболок и так далее. — Вот, кстати, компакт-диски, футболки. Вы говорили, что альбомы «Последние зорги». И оптимистики, они не очень длинны, Потому что они могут записаться на винил. Когда винил выйдет, спрашивают? — Винил выйдет буквально через две недели. Мы, к сожалению, не уложились в сроки. Мы хотели презентации фильма От оптимистики Уже иметь винил на посудку напечататься в Германии. И существует масса таможенных процедур Для того, чтобы доставить его в Россию. И мы, конечно же, не угадали со временем. Мы ждем и надеемся, Что к концу ноября он уже появится. И мы уже на каких-то следующих концертах будем. — Главное, что уже совсем скоро. — Да, тираж уже готов. Он едет из Германии сейчас в Россию. Где-то находится в между. — Ну все, ждем. А тогда от ваших проектов давайте поговорим о каких-либо командах или альбомах. Вот что вас последнее зацепило? Что у вас в плеере постоянно? Если вы прямо в плеере, в поездках что-нибудь слушаете? — В плеере постоянно я слушаю какие-нибудь миксы, Составленные чужими людьми, которым я доверяю. То есть незнакомыми мне людьми. На SoundCloud где-то или где-то еще. Просто включаю микс по тегу. Скажем, экспериментальный амбиент. Я, честно признаюсь, я слушаю в основном тихую, медленную, странную, Медитативную, инструментальную в основном музыку. Очень редко слушаю что-то с вокалом, с гитарой, с барабаном. Уже давно, честно говоря. И это мне очень помогает не опираться ни на что остальное. — Но амбиент — это в смысле электронный, да? — Всевозможный, акустический тоже неоклассический. — У меня тогда профессиональный вопрос по поводу электронной музыки. Сам люблю потяжелее электронную именно музыку. И вот про рейф на Казантипе хочу спросить. Вы в 97-м году там даже какой-то, по-моему, исполняли ремикс на одной из песен Текилы Джаз. Что-то такое было? — Мы неоднократно были на Казантипе, но вы исполняли, мы как раз с диджеем, то есть с человеком, который в ремиксе делал, Максим Головин из «Экликтики Рекресс». Замечательный ремикс, который в свое время очень большой популярностью пользовался. Мы, на самом деле, часто ходили в клуб. То есть наш маршрут, который в этом позвучал в фишфабрик Грибоедов, он, на самом деле, включал в себя еще и клуб Там-Там, безусловно, и клуб Тоннель. Очень часто мы шли из Там-Тама в Тоннель и ночью до утра еще медитировали под звуки радикального техно. Так что мы не разделяли нашу какую-то культуру музыкальную на рок, поп, техно, танцевальную и так далее. Все это были какие-то одни и те же грани такого андеграудного бытования. Так что это нам не чужо совершенно. А вот в поездках как раз-таки, вот в гастролях чаще всего только музыка или еще, например, там, не знаю, кино или книги? Книги, если вчера не было кино, мы открыли компьютер вчера и весь вечер занимались тем, что сочиняли новую композицию, просто абстрактную, открыв просто программу Эблтон. Слушайте, интересно, интересно. Тогда еще вопрос про социальные сети. Вы относитесь к человеку, который активно ведет социальные сети? Раньше у вас был ЖЖ, я знаю, потом почему-то вы забросили. У ЖЖ есть, я просто ощутил, что мне нечем писать так длинно. То есть нет каких-то таких эмоций, вещей и опыта, чтобы писать лонгриды. В Фейсбуке я что-то подписываю, какие-то короткие заметки и довольно активно это делаю. Ну и, собственно, и все. Но Фейсбук, то есть вас, если хочется что-то почитать от вашего имени, то это Фейсбук. И мне часто пишут, и большое количество контактов, и даже каких-то творческих союзов, благодаря Фейсбуку, происходит. Мне просто, например, написал один человек, и просто привет, он прислал картинки, в результате у оптимистик появился видеоклип «Маленькая хона». Вот так вот это и происходит. Или я посмотрел картинку в живом журнале, мне понравилась картинка, я написал незнакомому совершенно человеку, и так появился монголоид, так появилась оформление пластинки «Соленое, как солнце» группы «Оптимистика» и так далее. То есть таким вот путем создаются творческие альянсы тоже. Здорово. Но Фейсбук почитать мы успеем, а вот на концерт сегодня успевайте обязательно прийти, потому что в 19.00 в клубе Гауди группа «Текила Джаз». У нас, кстати, есть победитель альбомов 7. Совершенно верно. Альбомов было 7, и победитель «Табанин» с последними цифрами 03.15. Мы с вами попозднее свяжемся, поздравляем. Но, Евгений, давайте еще раз о том, что нас ожидает сегодня на концерте? Сегодня ожидается ретроспективная программа, охватывающая все периоды нашего музыкального бытования на этой планете. У нас два новых человека в группе, соответственно, в звуке очень большая разница между тем, что вы помните по записям и тем, что вы услышите сегодня вечером. Песни развиваются, они имеют новое лицо. Не пугайтесь, это не радикальные изменения того, что вы, может быть, когда-то полюбили. Это просто новый взгляд высоты уже прожитых лет из 21 века на то, что происходило тогда. В общем, все на «Текила Джаз». 7 часов вечера Гауди Холл. Да, все, отлично. Завершаем тогда мы наше с вами интервью песней «Тема прошлого лета». Она была написана на фестивале в Эстонии, на одном из выездных фестивалей, на берегу Балтийского моря. Хорошо. В гостях у нас был музыкант, поэт-композитор, лидер группы «Текила Джаз» Евгений Федоров. Евгений, хорошего, мощного концерта. Спасибо. Солдаутов в зале. Все, все на концерт. Ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова